Пермский боксер Рустам Нугаев, живущий сейчас в Америке, провел очередной бой на профессиональном ринге. Поединок Рустам и американца Хосе Эрнандеса проходил в рамках боксерского вечера в казино Моронго, что в калифорнийском городе Кабазон. Встреча должна была длиться 10 раундов, но завершилась досрочно. В пятом раунде под постоянным напором Нугаева Эрнандес упал на колено и не смог подняться до конца от счета рефери. Эта победа стала для Пермяка 25-й в карьере и 15-й, добытой нокаутом. Успех в поединке с американцем позволил Рустаму подняться на шестую строчку в рейтинге WBA и стать официальным претендентом на бой за звание чемпиона мира. Эксклюзивное интервью с воспитанником закамского бокса смотрите в завтрашних выпусках новостей. Футболисты Амкары выступили на международной арене. Они сыграли в товарищеских матчах за сборные своих стран. Полузащитник Константин Васильев провел 90 минут за команду Эстонии. Она сыграла в ничью 1-1 с латышами, в составе которых, кстати, на 69-й минуте на замену вышел еще один Амкаровец – Владимир Камеш. Защитник Петра Занев сыграл весь матч за Болгар. Они уступили македонцам на выезде со счетом 0-2. А словацкие легионеры красно-черных Мартина Якубка и Михаил Бризнанек с партнерами по сборной вышли на поле в Бухаресте, где сыграли против румынского коллектива. Итогом встречи стала ничья 1-1. Якубка провел весь первый тайм, Бризнанек был заменен на 62-й минуте. А полузащитник Митр Навакович был востребован черногорской командой, которая встречалась с белорусами. Хавбек появился на поле на 84-й минуте матча. В нем была зафиксирована ничья 1-1. Сейчас легионеры возвращаются в стан Амкара. Красно-черная дружина, напомним, готовится к выездному матчу пятого тура. Нашим предстоит встретиться с Уралом в Екатеринбурге. Помочь в этой игре пермякам не сможет Никита Бурмистров. Махачкалинский Анжи, у которого был взят в аренду этот нападающий, решил вернуть игрока. Бурмистров должен был играть в Перми до конца текущего сезона, но стороны договорились о немедленном возвращении игрока. В Перми проходит зонально-юношеский турнир Кубка РФС. Играют коллективы, составленные из игроков не старше 17 лет. В нашем городе состязаются 6 команд профессиональных клубов Премьер-лиги и ФНЛ. В гостях у Амкаровцев Урал из Екатеринбурга, Газовик Оренбург, Столичный Локомотив, Тольский Арсенал и команда Уфа. После трех туров в лидеры выбились пермики. На счету их три победы над соперниками из Оренбурга, Тула и Екатеринбурга. Впереди игра с главным противником Столичным Локомотивом. Она намечена на пятницу, начало ровно в полдень. Отметим, что две лучшие команды зонального турнира попадают в финальную стадию Кубка. Тем временем «Звезда-2005» провела матч второго тура в стартовавшем чемпионате страны среди женских команд. Наш коллектив встретился с краснодарской кубаночкой и одержал победу 3-0. Один мяч забила Бойченко, два на счету Апаначенко. Следующий поединок «Звездочки» проведут 22 августа на выезде против Саранской Мордовочки. Прикамская бегунья Татьяна Вешкурова, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4 по 400, попробовала себя в бобслее. Национальная сборная по этому виду спорта проводит предсезонный сбор в Парамоново. Наша легкоатлетка приехала на просмотр и поделилась впечатлениями от первых тренировок в интервью порталу «Весь спорт». За два дня тренировок я поняла, что, скорее всего, останусь в легкой атлетике. Она мне все-таки ближе. В бобслее все совсем по-другому. Нужно было начинать хотя бы лет 18. Новый опыт оказался очень интересным, но пока я не готова настолько кардинально поменять свою жизнь. Для успешного выступления нужно быть гораздо сильнее и мощнее, чем я сейчас. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин